Всем привет! Меня зовут Корнилова Алиса и я персональный тренер. А это новая рубрика на канале Орда Дюжакова, которая посвящена тренировкам и рассказам о них. В этом выпуске мы хотели бы с вами обсудить, что такое заминка, для чего она нужна и какие виды заминок бывают. Сегодня мы проводим растяжку. Это один из самых эффективных видов заминки. Направлен на проведение мышц в релаксирующее состояние. Направлен на повышение мобильности суставов, на повышение подвижности и урегулирование вашей балансировочной системы. Какие виды заминок мы с вами знаем? Как вы поняли, растяжка относится к одному из них. Но помимо растяжки, все мы знаем МФР в простонародье. Мифасциональный релиз. Фасционный? Мифасциональный релиз. Нет, это миофасциональный релиз. Также мы можем сделать с вами кардио от 20 до 45 минут после тренировки. И это тоже будет считаться видом заминки. Еще есть перкуссия, но это в случае, если у вас и есть персональный тренер. И он пробивает вас каждый раз этим массажером после тренировки. Очень хороший вид заминок. Сегодня мы разберем с вами растяжку. Стопы ставим параллельно друг к другу, чуть шире ширины таза. Проворачиваем плечи назад, грудь вперед. Голова направлена вверх, шея длинная. Делаем глубокий. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дальше переходим в сгибание колена и отводим таз назад. Если у нас получается, мы можем позволить себе отодвинуть колено в сторону. Мы это делаем. Если не получается колено, упор. Растягиваемся сначала в одну сторону, затем в другую. И еще несколько раз. Раскрыли наши тазобедренные суставы. Упор в пол руками, спина прямая. Если спина получается скругленная, ноги ставим шире. Упор в пол, раскрылись в сторону. Взгляд направлен за рукой вверх. Вернулись в исходное положение и все то же самое в другую сторону. Повторили еще два раза. Колено упор в пол. Вышли на коврик. Нога осталась прямой. Поработали с носком. К себе, от себя. К себе, от себя. Нарисовали круг. Далее. Переводим себя на предплечье. Толкнули ногу в сторону. Вышли в статику. Статика это то место, где мы себя контролируем в одном положении. Мы зафиксировались и нам тянет. Задерживаемся на 20-30 секунд. А затем перемещаемся на другое колено в опору. Нога прямая. Поработали с носком. К себе, от себя. К себе, от себя. Нарисовали круг. Второй. Третий. И еще несколько раз. Вывели себя на предплечье вперед. Ногу в сторону. И остались в статике. На 20-30 секунд. Следующее упражнение. Лягушка. Обе ноги колена в упоре в пол. Носки смотрят за коленями. Следовательно, ноги развернуты 90 градусов. Встаем в упор на запястье. С колена делаем подъем по одной ноге вверх. Поработали в таком режиме, в динамическом. Динамика это когда мы работаем в положении в раскачке. Либо совершаем какое-то движение. И выходим на предплечье вперед. Наша задача сохранить здесь положение от 30 до 60 секунд. Если мы можем позволить себе лечь, мы ложимся. Сейчас связкам нужно дать отдохнуть. И мы выходим в компенсаторную позу. Ноги под себя. Руки вдоль корпуса. Мы скомпенсировались. И зависли на 30 секунд. Вышли в компенсацию в кроссовках. Вышли из нее. А теперь волшебным образом они улетают нашему оператору. И просто пропадают из кадра. Вы никто ничего не заметили. Возвращаемся из компенсации. Нога у нас идет вперед. Вторая назад. Присогнутая в колени нога. С одной стороны мы уходим и садимся как бы чуть ниже уровня пятки. С другой стороны мы выходим для раскрытия тазобедренного сустава. И добавляем вот такое движение. Раскрываем тазобедренный сустав. Повторяем это несколько раз. Получается вот такое движение. Затем остались на ноге, которая согнута в колени. Чуть-чуть поднимаем пяточку выше. Нога, которая сзади, сгибается в колени. Мы взяли ее рукой. Если нам здесь в этом положении плохо тянет, мы выходим на предплечье, чтобы нам лучше тянуло. И зависли на 30 секунд. Далее из статики возвращаем ногу назад. Нога, которая была согнута в колени, мы выводим ее вперед. У нас получается вот такое положение, где нам можно сделать динамическую раскачку. В верхней амплитуде мы выпрямляем ногу и добавляем наклон корпуса к ноге. Выходим вверх и слегка проталкиваем таз вперед. Совершаем данную динамическую раскачку где-то 5-6 раз, где мы наклоняемся и снова проталкиваем таз. Прямо ощутите, как нам хорошо тянет в нижнюю амплитуду. И еще несколько раз. Далее. Выдвигаем ногу, слегка присогнутую в колени, вперед. Упор руками в пол. Здесь мы находимся в статике где-то 30-40 секунд. Нам должно растягивать внутреннюю поверхность бедра. Далее. У кого позволяют физические возможности, ножку с вами выпрямляем. Зависли. Здесь мы уже растягиваем с вами продольный шпагат. Если у нас есть возможность лечь, мы можем лечь. Если у нас возможности лечь нету, можно взять какие-то кирпичи или просто положить, допустим, руки в упору в пол. Но здесь достаточно большая нагрузка на руки. Соответственно, чтобы нам хорошо потянуло, нам нужно прям подзависнуть, натянуть носочки. И вот здесь вот мы уже с вами растягиваем пагат, да? Побыли в данном положении, пожили 30-40 секунд. Ножку возвращаем обратно. Ей также необходима небольшая компенсация. Сгибаем ее в колени. Убираем назад. Взгляд. Скомпенсировались на 30 секунд. Зависли. Упражнение кошка. Выходим на четвереньки. Запястья под плечевыми суставами, колени под тазобедренными. В верхней амплитуде мы выходим в скругление спины. Сильными руками толкаем себя в коврик. В нижней амплитуде мы выходим в прогиб. Взгляд направляется вперед, то есть голова автоматически вверх. Далее. Повторяем данное упражнение 5-6 раз. Где мы очень медленно, буквально по одному позвонку, меняем положение позвоночника. Из скругления в прогиб. Сейчас мы находимся в максимальном прогибе. Повторили еще несколько раз. Вышли в скругление в верхнюю амплитуду. Толкнули коврик с сильными руками вниз. Затем оказались в нейтральном положении, где наш позвоночник не в нижнем и не в верхнем скруглении. Из него мы начинаем движение только плечами. Круговое движение в плечевых суставах. Если посмотреть со стороны, то это вот такое движение, как будто едет в поезд. То есть только переносим в другую немножечко амплитуду и получаем движение в плечах. Далее мы добавляем волну, которую только что делали в небольшом неспешном режиме с прогибом и скруглением. Скругление в верхней амплитуде, прогиб в нижней. То есть теперь к этому модификации. Добавляем к прокруту в плечах волну и получается вот такое движение. Полная ротация. Повторили еще несколько раз. Закончили. Следующая модификация. Верхнее скругление спины. Боковое. Нижний прогиб. Боковое. Верхнее скругление спины. Боковое. Получается такая волна, где наша задача нарастить скорость. И затем в другую сторону. То есть вы запускаете волну и постепенно увеличиваете скорость. Далее из положения кошка меняем положение пальцев, ног. Они встают в опору. Сильными руками по-прежнему толкаем себя в коврик. Поднимаем таз. Поработали только стопами. Пяточка прижимается к коврику. Нам должно растягивать под икроношной мышцей. Мы прям должны чувствовать сильное натяжение вот здесь. Поработали поочередно. Далее двумя стопами. Стремимся в коврик. Отлично. Наш выход из положения. Мы на сильных руках проталкиваем себя вниз. И выходим в такую змейку. Опять же выходим. Плечи у нас не провисают. Мы сильными плечами стремимся вниз. По одной ноге к себе. Поработали. Растягиваем позвонок. Позвоночник наш с вами так устроен, что мы растягиваемся с вами только в одном позвонке. Он находится вот здесь. Многие в детстве делали мостик. И могут помнить, что сгибание происходит в позвонке примерно вот тут. В данном положении вы почувствуете, как вы растягиваете именно этот позвонок. Далее. Вышли на предплечье. По одной ноге к себе. Если нам позволяют наши физические возможности, мы прям прижимаем достаточно сильно. Если нам тянет где-то уже вот в этом положении. Зависли также на 30 секунд. Задержались. Плечо вниз не уходит. Предплечье сильное. Одну ногу. Затем другую. Все то же самое. Задержались. Предплечье не уходит на плече вниз. Не провисаем. Держим себя. Вернулись в исходное положение. Поработаем на скручивание позвоночника. Мы по-прежнему находимся на предплечье. В положении такого сфинкса. С предплечьей рука под локоть выходит в опору. Колено упор в пол. Далее. Второй рукой мы раскрываемся в сторону. Плечо стремится в коврик. Скрутили позвоночник. Зависли на 30 секунд. Далее. Вернули руку в исходное положение. Вышли на предплечье. Все то же самое на другую сторону. Рука под локоть. Колено упор в пол. Раскрылись. Плечо стремится лечь на пол. Скрутили позвоночник. Ощутили. Прекрасное релаксирующее состояние. Лежим кайфу. Мне тут так красиво. Вернулись в исходное положение. Из данного положения. Выход через скругление. Позвоночника по одному позвонку. Вышли. Садимся вот таким образом. И обращаем внимание на то, чтобы сзади обязательно был коврик. Чтобы там было куда уходить назад. Пятки остались между ног. Получается у нас с вами. Мы вышли на предплечье. Пожили в этом состоянии. Если мы чувствуем, что мы можем лечь, мы ложимся. Если уже здесь нам тянет достаточно сильно переднюю поверхность бедра и позвонок. Тот, о котором мы с вами говорили. Тогда мы остаемся на предплечьях. Вторая модификация. Мы ложимся. Видите, спина так сильно сейчас достаточно прогнулась. Ложимся и кайфуем. В этом положении. Находились в нем 30 секунд. Медленно вышли. Вышли в положение, где мы сидим с вами на стопах. Провернули плечи назад. Вперед. Вышли в упору назад. Рука касается коврика. Не вот так, а именно полностью опорой в ковер. Подняли таз вверх. И скруглили себя в обратном направлении. Потянулись рукой. Слегка развернув корпус. Все то же самое мы проделываем на другую сторону. Рука в упор в коврик. Потянулись за рукой. И почувствовали, как нам растягивает сейчас прекрасно нашу спинку. Еще несколько раз. И завершаем. Прекрасно. Далее поработаем еще немного со спиной. Руки вот в таком замке мы перемещаем за голову. И стекающими такими плавными движениями направляем в нижней амплитуде. Нижний локоть тянется вниз, верхний вверх. Несколько раз повторяем вот это упражнение. Также оно помогает улучшить вам осанку. Получается вот такое движение. Далее рука уходит за спину. Где-то вот здесь мы ее зафиксировали. Вторая остается вот здесь. Мы стараемся скрепить обратный замок. Задерживаемся в этом положении. И находимся в нем 30-40 секунд. Затем все то же самое, провернув предварительно плечи, мы выполняем на другую руку. Если у нас с вами хороший достаточно хват, мы можем сделать просто так, чтобы он улучшился. То есть мы достаточно сильно приживаем руки, еще сильнее прижимаем руки друг к другу. Но должно быть ощущение того, что нам растягивает. Будет ощущение, это именно вот где-то в плечах. Может немножечко даже уходить в дельты. Далее скрепили обратный замок. Руки получаются именно обратным хватом. Вывернули плечи, зажали задние ребра, совместили лопатки. Делаем глубокий вдох. Вдох в передние ребра. Пересовместили замок вверх. Потянулись за руками вверх. Вдох полной грудной клеткой. И еще глубокий вдох. Вот таким хватом переместились вперед. Скруглили плечи. Скруглили спину. Зажали передние ребра. Делаем глубокий вдох только в задние ребра. Прям вы должны здесь почувствовать, как у вас назад уходит воздух. Да, задние ребра могут отдодвигаться. В них можно дышать. И еще раз. Перемещаем пальцы в упор. Вот таким образом. Сейчас я научу вас вставать без помощи рук. Мы просто за счет переноса веса тела встаем. Все. Далее. Завершаем растяжку. Делаем глубокий вдох. Ноги чуть шире ширины таза. Набрали воздуха в легкие. Потянулись за руками. Добавили баланс. Вытянулись. И с выдохом вниз. И еще. Глубокий вдох. Потянулись. И с выдохом вниз. И завершаем. Глубокий вдох. Вверх. И с выдохом вниз. Всех благодарю за растяжку. Увидимся в следующем выпуске. Выполняя данный комплекс, вы можете ощутить прекрасный тонус, легкость в мышцах и подвижность в суставах. О пользе растяжки, я думаю, знают уже все. Но если вдруг кто не знает, это то, что поможет вам прекрасно восстановиться после силовой тренировки. А также улучшит осанку, улучшит кровообращение и придаст вам жизненных сил. А для того, чтобы не пропускать наши выпуски, вам следует подписаться на наш канал и поставить колокольчик, чтобы приходили уведомления, когда выходят новые. Чем больше вы дадите обратной связи, тем быстрее мы выпустим для вас новые полезные ролики. Оставайтесь с нами. Хорошего вам дня. Занимайтесь спортом. И будьте здоровы.